Сегодня в Париже в штаб-квартире ЮНЕСКО в рамках исполнительного комитета организации презентуют программную статью президента Нурсултана Назарбаева «Взгляд в будущее. Модернизация общественного сознания». Впервые на авторитетном международном уровне представлены достижения казахстанской культуры, история нашего народа и традиции. И сейчас с нами на прямой связи находится наш европейский собственный корреспондент Жанат Эрнстона, готова рассказать нам о происходящем. Добрый день, Жанат. Расскажите, какие еще мероприятия планируются сегодня в рамках этой презентации? Добрый вечер, Вера. В Париже сейчас 16 часов дня и только что здесь в штаб-квартире ЮНЕСКО началась научно-практическая конференция с участием ученых Казахстана и стран Европы. На ней выступает министр культуры Казахстана Арестамбек Мухаммед Иулый. Он представляет здесь в своем выступлении программную статью нашего президента Нурсултана Назарбаева «Взгляд в будущее. Модернизация в глобальном мире». И основу модернизации составляет шесть наших проектов. Это Казахстан в глобальном мире, переход государственного языка на латиницу, сто новых учебников на казахском языке и сто новых лиц Казахстана, а также сакральную карту Казахстана. Посетители выставки, которая организована в холле ЮНЕСКО, отмечают то, что на ней представлено очень много мультимедийных и так называемых тач-стендов. Директор Казахского научно-исследовательского института Андрей Хазбулатов отмечает, что такое успешное представление этих мультимедийных проектов стало возможно благодаря успешному опыту проведения «Астана-2017» нашей выставки, которая прошла этим летом в нашей столице. Давайте послушаем, что именно он нам сказал. Проект «Виртуальная карта Казахстана». В ней представлено 14 областей Казахстана. В каждой области есть свои приоритетные объекты. Это и сакральные места, и памятники культурного наследия. Они все отфотографированы в 3D-формате. Есть краткое описание. Любой желающий турист, зарубежный пользователь может посмотреть, прежде чем приехать в Казахстан, эту карту, ознакомиться с достопримечательностями, увидеть все красоты Казахстана. И посетить Казахстан, уже будучи подготовленным. Какие еще мероприятия планируются сегодня в рамках этой презентации? Сегодня же в Париже в библиотеке Института Восточных Языков и Цивилизаций состоялось открытие Центра Казахстанской Литературы и Культуры. Чуть позже здесь же, в штаб-квартире ЮНЕСКО, пройдет гала-концерт «Ола-да-ла-сазе» с участием известных исполнителей и артистов нашей страны. Хочу отметить, что в Париже с большим нетерпением ждут выступления нашего исполнителя Димаша Кудобергена. И это вся информация к данному часу. Вера. Жанат, благодарю. Жаната Эрнста была у нас на прямой связи. Сегодня в Париже, напомню, штаб-квартире ЮНЕСКО презентует программную статью президента Нурсултана Назарбаева «Модернизация общественного сознания». Продолжение следует...